Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет сегодня начинаем читать книгу пророка Исаии. Прошлая наша беседа была вводной, мы поговорили вообще о книге Исаии и вообще пророческой литературе. А вот сегодня приступим к чтению самого текста. Страшно, конечно, но с помощью Божьей, я надеюсь, если наши дни продлятся, мы эти 66 глав, из которых состоит книга, прочтем и над ними поразмышляем. Нет ничего необычного в том, что книга начинается словами, предваряющими ее содержание. Тем, что в науке называется также надписание или введение книги. У каждой пророческой книги такое надписание есть. И вот книга Исаии не является исключением. «Ведение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме во дни Азии, Иоафама, Ахаза, языки царей иудейских». Это нечто сродни титульному листу нашему современному. Из титульного листа книги современной мы узнаем, кто автор, название книги узнаем, выходные данные. Вот здесь мы видим из этого надписания, что книга эта принадлежит Исаии. Он ее написал. И не книга даже, а видение. Хазон. Хазон и Шаягу. Хазон — это видение. Переведено верно. Некоторые пророки называются в священном писании Хозе. Тот, кто видит видение. Визионер. У пророков есть и другие синонимы. Не только Хозе. Тот, кто видит видение. И есть также другие. Есть, например, Роэ. Тоже видящий. Или провидец. Роэ. От глагола Ра. Ра. Видеть. Есть Иш-Элогим. Или с артиклем Иш-А-Элогим. Человек Божий. Ну, самым распространенным является Нави, пророк. Здесь Исайя пророком не назван в первом стихе. Здесь говорится о том, что он, Исайя, сын Амоца. Отца его звали Амоц. Алиф, Мем, Ваф, Цади. Не путать с Амосом. В русском написании одинаково. Есть Амос, автор пророческой книги, самой древней, может быть, пророческой книги, самой ранней, израильский, северный пророк Амос. Там две буквы отличаются от имени отца Исаии Амоса. И эти две буквы различны. Вот здесь Амо, Амоц, отец Исаии. У него первая буква в имени Алиф. А у Амоса, пророка, первая буква Айн. Здесь последняя буква Цади, у отца Амоцова, а у Амоса последняя буква Самых. Видение, Хазон. Видение его видят, а пророчества его прорекают, рекут, изрекают. Почему, казалось бы, такое странное название для книги пророка Исаии? Он ведь пророк, он не столько провидец. Мы встретимся с многочисленными сборниками его пророческих речей в книге. Почему же вся книга надписывается в видении? И не только эта книга. Есть и другие пророческие книги, которые написываются в видении. Хазон. Хазон, видение, потому что пророки получают еще и видение. И многие пророческие истины, откровения от Бога, они принимают во время видений. Эти видения бывают двух видов в основном. Два основных вида. Во сне и наяву. Пророк может видеть видение наяву. Как, например, что ты видишь, амос. Я вижу корзину со спелыми летними плодами. И другие видения амоса. А может быть во сне видение пророку. Такое тоже случается. Бог может обращаться к пророку и без всякого видения. Может говорить ему, повелевать, иди скажи народу моему Израилю, или скажи там царю батюшке, и вложить в уста его какую-то весть. А может быть эта весть дана ему в видении. Вот, например, пророк Иеремия видит видение, свиток, и Господь ему повелевает, съешь этот свиток. Свиток, исписанный с двух сторон разными словами. Не только с Иеремией это происходит. И этот свиток говорит о той горькой вести, которую пророк должен принести своему народу. Вести о божественном наказании. Видение Исаии. В книге в этой будут видения. И самое, быть может, важное, в том числе и самое загадочное, будет описано в начале 6 главы. Его называют богоявлением. Там описывается призвание Исаии на пророческое служение. Интересно, что ни в начале книги, ни в первой главе говорится о пророческом призвании Исаии. Вот был такой Исаия, житель Иерусалима, столичный житель, вельможа, и молился в храме Иерусалимском. Господь ему явился, и Господь его призвал на пророческое служение. Но описывается это не в первой главе, а в шестой. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Слова всем известны. Они из шестой главы Исаии, из повествования о том, как Господь призвал Исаию на пророческое служение. Вот книга написывается «Видение», но в ней будут не только видения. В ней больше будет устных пророчеств, изначально устных, но потом записанных. В ней будет больше слов, чем образов. Но все же видение. Значит, это видение, оно от Бога. Сам Господь — это видение Исаии дал. Пророк — это посредник между Богом и человеком. Пророк — это тот, кому поручено от Бога передать какую-то весть людям. Это глашатой божественной вести. И его цель, его задача, единственная состоит в том, чтобы донести до людей, до своего народа, то, что Господь повелел ему. У Бога с пророками свои особые божественные отношения. И воля пророка, она подчинена божественной воле. Пророк может сопротивляться, может говорить, как Исаия тот же, «Я человек с нечистыми устами». Или, как Иеремия, говорит, «Я молод, меня никто не послушает». Или, как Амос, говорит, «Просто я не собирался быть пророком, я не пророк и не сын пророка. Но Господь повелел мне, иди, пророчествуй народу моему Израилю, мне, простому пастуху». Пророк обычно уклоняется от пророческого служения, боится его. Страшится этого, этой участи быть пророком. Но Господь заставляет. Как говорится, не можешь, научит, не умеешь, не хочешь, заставит. У Бога с пророками особые отношения, не такие, как с нами. Если в отношениях с нами Всевышний считается с нашей свободной волей, то похоже, что с волей пророка Всевышний не очень-то считается. Он заставляет человека против его воли быть пророком и исполнять свою пророческую миссию. Несмотря на преследование, избиение и даже смерть, пророк от этой миссии уклониться не может ни направо, ни налево. Все, что повелю тебе, скажешь. Пророки получают от Бога слово и его передают. Пророки получают от Бога видение и его истолковывают. Наконец, пророки могут совершать какие-то действия, странные, порой шокирующие действия. Эти действия носят символический характер, и мы их называем символическими действиями. Может одеть пророк на голову какой-нибудь шлем с рогами, говорить, этими избадаешь рога твоего, царь-батюшка. Итак, книга называется «Видение» Исаии, сына Амосова. Например, отца пророка звали Амоц. Об этом Амоце мы ничего не знаем, просто лишь упоминается его имя. Иногда имя отца пророка не упоминается в надписании той или иной пророческой книги. Вот пророк есть Нахум, пророк Миха, Михей. Говорится просто о том, что вот книга такого-то пророка. И называется местность, откуда этот пророк происходит. А об отце ничего не говорится. Некоторые исследователи современные делают из этого вывод, что если упоминается отчество, называется по имени отец пророка, то пророк знатного происхождения. Если об отце не упоминается, то социальное положение пророка было скромным. Его социальный статус был низким, невысоким. Так это или не так, мы не знаем. По всей видимости, статус Исаии был высоким. Он был человеком вельможным. Он имел доступ к царю, он имел доступ во дворец. И мы прочитаем в биографических частях книги Исаии о его беседах и о его взаимоотношениях с царями, с Ахазом, с Иезекией, с царями, которые царствовали тогда над Иудеей. Время написания этой книги можно обозначить как конец VIII века до Рождества Христова, начало VII века до Рождества Христова. Что происходит в эту эпоху? Иудея находится под нависшей над ней грозной тенью Ассирийской империи. Ассирийцы расправились с северным соседом Иудеи, с братским по отношению к Иудеям северным израильским царством. В 722 году произошло падение столицы северного царства, города Шамрон, Самарии. Видимо, современниками этих событий были и ранние иудейские пророки Исаия и Михей. Они были современниками Исаия и Михей. И пророчествуют они еще и о северном царстве немного, его уже о закате этого северного царства, его агонии, его падении под железной военной машиной Ашура, ассирийцев. Но в основном они уже сосредоточены на судьбах своего южного царства. Хотя и о северном царстве мы кое-что еще в их книгах находим. То есть последняя четверть, по всей видимости, VIII века до Рождества Христова и первая четверть, или, может быть, первый десяток или полтора десятка лет VII века до Рождества Христова. То есть 725, так условно говоря, год до нашей эры, по 600, может быть, в 80-й или 690-й год до Рождества Христова. Вот в этот временной промежуток, в этот временной период пророческое служение Исаии и пророческое служение Михи, современников, ранних южных пророков, оно и выпадает на этот период. Здесь этот период обозначен временем царствования царей иудейских Озии, Йоафама, Ахаза и Изякии. На иврите их имена звучат так. Хазон и Шаягу вен Амоц, сына Амоцова, Ашерхаза, то есть, которое он видел, видение, которое он видел, то есть не только слова, которые он слышал, но и видение, которое он видел. Ашерхаза, аль-ягуда вирушалаим, о иудея и об Иерусалиме. Можно этот предлог Аль, Айн, Ламет, перевести и против. Пророчество против иудеи и против Иерушалима, против столицы. Так вот, эти все пророчества, эти видения, они были во дни Бимэй. Мэй, дни. Узиягу, Йоафам, Ахаз, Ехискиягу. Ехискиягу — это языкия. Малхэй и гуда, царей иудейских. То есть, достаточно продолжительный период, и в этот период царствования этих царей, окончание царствования Азии, и, может быть, полностью охватывает также царство языки последнего, на это время приходится пророчество Исаии. Вот таково введение, вот таков, условно говоря, титульный лист книги, которая развернута и лежит перед нами. Книги пророка Исаии. И вот дальше, внезапно, без всяких переходов, начинается первая пророческая речь. Начинается она со слов «Слушайте небеса, щиму шамаем, и внимай земля». Вехаазини эрец. Газин — «слушать», «внимать» и «слушать», «лишмо» — это слова однокоренные. Здесь мы встречаемся с тем, что называется синонимический параллелизм. «Слушать» и «внимать». Ну, небеса и земля часто противопоставляются, но здесь они тоже в рамках единого синонимичного параллелизма. То есть обращается к пророк ко всему, мирозданию, ко всему тому, что есть. Небо и земля. Шамаем — «небеса» и «эрец» — «земля». А дальше говорится, дальше звучит обличительная речь против иудеев, против Иерусалима, против народа, к которому принадлежит Исаия. Так вот, эта вся пророческая речь должны услышать небеса и земля. То есть это все касается не только иудеев, но касается это и всего мироздания, и небес, и земли. Обращается сам Бог через своего пророка, звучит прямая Божья речь. Господь говорит, не Исаия, слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. Божественная тетраграмма «Ют-гей-вав-гей-гей». Он, Дибер, он говорит. «Я воспитал и возвысил сынов», начинается прямая речь Божья, «а они возмутились против меня». Сыны здесь — это, конечно же, иудеи, иудейский народ. Вспомним слова Осии. «Из Египта вызвал я сына моего». Там речь идет об израильском народе. Метафора «отец и сын» или «отец и сыновья», дети. Эта метафора неоднократно используется и другими пророками. И говорит о том, что отношения между Богом и его народом очень тесные. «Забудет ли мать свое грудное дитя?» Спрашивает пророк. «Но если бы, говорит, нет, такого не может произойти, но если бы даже она забыла, я не забуду тебя и не оставлю тебя», — говорит Господь. Во второзаконии мы видим, что Господь носил свой народ, как отец носит ребенка на руках, как орел носит и учит летать на крыльях своих орлиных птенцов. Вот так же Господь заботился о своем народе. И вот как ответил народ Божий, народ, избранный Богом, на эту божественную заботу? «Господь упрекает и говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Вот это возмущение, это, точнее, бунт против Бога, это восстание против Бога, оно выражалось по-разному. Во-первых, выдало поклонство. Что такое выдало поклонство в Древнем Израиле и в Древней Иудее? Это, во-первых, почитание самого Всевышнего, Господа, Бога Авраама Исаака Иакова, который вывел из земли египетской, почитание его недолжным способом, недолжной формой. Вот как, например, Иеравам, который поставил двух золотых тельцов, одного в Бейтеле на юге своего мятежного северного царства, другого на северной границе в Дане, и сказал «Вот Боги твои, Израиль», так в синодальном переводе, но слово «элогим» лучше в данном случае перевести единственным числом, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Дескать, не ходите в Иерусалим, в Соломонов храм, вот, поклоняйтесь перед этими тельцами, они под ножи и ног Бога вашего. Может выражаться в таком недолжном почитании Бога. Второе, второй аспект идолопоклонства – это почитание ложных богов, чужих. Народам, богам народов, которых Господь прогонит от лица вашего, неоднократно повторяется в книге Второзакония, этим божествам не служите, не поклоняйтесь им, идолов их разрушьте, статуи их, священные рощи, ашеры вырубите, мацевод, то, что переводится памятники или камни, тоже раздолбите, разрушите, разрушите. Вот, все это Израиль и Иудея, Иудеи не делали, а продолжали поклоняться, наряду с тем Богом, который вывел их из Египта, с Богом их правоцов Авраама, Исаака и Иакова, продолжали почитать хананейских богов, Ваала, Астарту и других богов окрестных народов. Ну, с хананеями они были смешаны, перемешанное было население, и соседствовали, женились, выдавали дочерей замуж за хананьян, и в результате получалось, что они попадали в зависимость вот от этой хананейской религиозности, она пронизывала их сознание, и они глубоко погружались в эту хананейскую религиозность с ее культами плодородия, с ее вот такой бытовой магией, и с этим продолжают бороться пророки, в том числе Исаия. То есть поступают эти дети, дети Божьи, израильтяне, иудеи, совсем не так, как надлежит поступать детям по отношению к родителям. Господь, который здесь метафорически представлен в образе родителя, отца, Он требует, чтобы только Его почитали отцом. И это правильно, это хорошо, и это единственное, что только возможно для Израиля. Земля, на которой живет Израиль, живут иудеи, это земля Господня, это святая земля, это частная собственность Бога, если можно так сказать, используя такую метафору. И Израиль получил лишь ее во временное пользование, во временную, точнее безвременную аренду, бесплатную. Если будете жить достойно на этой земле, не будете заниматься идолопоклонством, не будете почитать всякую дрянь, вроде Ваалов, Астарт, заниматься сакральной проституцией вместе с хананеями и прочими мерзостями тех народов, которые Господь прогоняет от вашего лица. Земля, это будет в вечной вашей пользовании, в вечном вашем пользовании. Она всегда будет. А вот если вы будете поступать по примеру народов, которые ее населяли, хананьянов, хананьян, а также живущих рядом, аммонитян, маовитян, жителей Эдома, филистимлян, финикийцев, то тогда вы потеряете эту землю, вы будете недостойны жить на ней. Что, собственно, уже произошло ко времени Исаии с Северным царством, когда они были изгнаны со своей земли и депортированы в пределы коренной Ассирии, что произойдет в конце концов и с Южным царством уже в Вавилонскую эпоху, во времена Навуходнецера, Навуходоносора, который придет, осадит Иерусалим в 586 году, захватит его, город разрушит, храм сожжет, а знать городскую и царскую семью, и ремесленников, и сколько-нибудь важный народ депортирует в Вавилонию. Начнется долгий вавилонский плен. О всем этом пророки предупреждают. Вот это идолопоклонство, это первый грех, которым обличают пророки свой народ. Второй очень важный грех — это социальная несправедливость. Не должно было быть в израильском и иудейском народе социальной несправедливости. Должно было быть братское отношение друг к другу. И особенно к людям, которые социально не защищены. Сам Господь называет себя отцом, сирот, судьей, вдов. Почему? Почему Господь говорит «люби пришельца»? Пришельца, не пришельца, который на летающей тарелке прилетел, а пришельца. Пришельца — это гер, это поселенец, который живет не из иудейского израильского народа, а тоже живет в этой земле, в израильской. Его, говорит Тора Моисеева, закон Моисеев, надо любить. Любить — это не какие-то чувства, это значит, надо о нем заботиться. Голоден, накорми, жаждет, напои и так далее, если вспомним Евангелие. Вот не было любви к пришельцу. Не было заботы о вдове, не было заботы о сироте. Тогда Господь говорит «я судья вдов». То есть, если даже неправедный судья, подкупленный богачом, осудит бедную, беззащитную вдову, я за нее вступлюсь. Если сирота будет притесняем в своем народе, которого никто не может защитить, и у него будет отобрана собственность, он будет втянут в долговую ипотечную кабалу. «Я ему отец», — говорит Господь, «я отец сироте». Вот социальной несправедливостью боролся в своем народе в Северном царстве Амос, которого называют пророком социальной справедливости. Но темы социальной справедливости, обличение в социальной несправедливости, обличение в отношении коррумпированного правосудия, они и у Михея, они и у Исаии, и у многих других пророков. Вот эти два основных аспекта пророческого обличения у Исаии в том числе. Это идолопоклонство во всех его формах, начиная с грубого фетишизма, кончая политическим идолопоклонством, низкопоклонством перед великими сверхдержавами — Египтом, Осирией, Вавилонией и так далее. Низкопоклонство перед властью, перед силой оружия. И другие формы идолопоклонства. Осия, например, пророк, он и так и расценивает это, как идолопоклонство. И второй аспект — социальная несправедливость. Вот эти два греха основных. И в этих грехах обличает Исаия. В данной речи, вот в данной речи, которая содержится в первой главе, обличается народ в основном, во втором грехе, то есть социальной несправедливости, которая в обществе. Люди перестали относиться к другу как к братьям, к членам своей общины перестали относиться как к братьям, как к близким родственникам, у которых один отец — Авраам земной, и один отец небесный — это Бог. Итак, здесь жанр судебного заседания, судебной тяжбы. Слушайте небеса и внимая земля. Небеса и земля призываются здесь в свидетели. Господь судится со своим народом, а небеса и земля — это свидетели этой судебной тяжбы. Бог призывает свидетели сами небеса и всю землю. Израиль поступает хуже, чем домашняя скотина. Третий стих. Вол знает владетеля своего, осел — ясли господина своего. Вол — шор, осел — хамор. Они знают своего господина, они его слушаются. Он их кормит, они ему работают на него. А Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Прямая речь Божия. Израиль таким образом оказывается хуже скотины домашней. Даже хуже вола и осла. Вол и осел сразу вспоминается история Рождества Христова, так как это событие описывается на иконах. Обычно вол и осел рядом с яслями рожденного Вифлеемя Младенца согревают своим дыханием пришедшего в мир Спасителя, который в кормушке для скота в яслях лежит и покоится окруженный не только людьми Иосиф, Мария, пастухи, волхвы, но и домашними животными волом и ослом. Вот как слушаются вол и осел Спасителя мира, Сына Божия. И вот как не слушается Израиль. Вол знает своего хозяина, осел знает своего господина, а израильский народ, говорит Господь, с упреком обращаясь к Израилю, вы, дескать, вот израильский народ меня, прямая речь Божия, не знает, не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Серия упреков звучит такими довольно суровыми эпитетами племя злодеев и другими, называется народ, любимый Господом народ, избранный народ, народ, которому принадлежат обетования и все благословения. Народ впавший выдало поклонство, народ, позволивший торжеству социальной несправедливости среди себя. Такой народ действительно превратился в народ злодеев и не в сынов Господних, а в сынов погибели. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся в голова в язвах и все сердце исчахло. Кого люблю, того наказываю, говорит нам Священное Писание. Господь, кого любит, того наказывает. И Господь наказывал свой народ многократно, посылал на него врагов, эпидемии, какие-то аналоги ковида, в то время были тоже, чума и прочее. Вот для чего? Не для того, чтобы уничтожить свой избранный народ и стереть его имя из-под небесной, а для того, чтобы научить народ. Отрезляющим разумлением для народа будет Вавилонский плен. После этого плена народ возвратится к своим, в свою землю, в свою столицу, возвратится уже с прочным иммунитетом против идолопоклонства. И в дальнейшей истории Израиля этого греха идолопоклонства не будет. Будут другие грехи и другие недостатки. Но почему Господь наказывает, почему Он бьет свой народ? Потому что Он его любит. Он как воспитатель наказывает чада, который Он воспитывает, как родитель, как отец. Воспитания без наказания не бывает. Безнаказанность превращается во вседозволенность, и это как раз вредит, как известно, тому, кого воспитывают. Вся голова в язвах и все сердце исчахло. Здесь метафорически опять передается с помощью этих образов серия тех наказаний, которые был подвергнут израильский народ. От подошвы дальше описывается от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места у Израиля, который здесь метафорически представлен в образе человека, которого наказывают. Язвы, пятна, гноящиеся, раны, неочищенные, необвязанные и не смягченные елеем. Елей, он, оливковое масло выбитое, использовался, в частности, как медицинский препарат для смягчения язв. Вспомним притчу о добром самарянине. Там этот добрый самарянин возлил на раны, нанесенные путнику разбойниками, возлил на них вино и елей. Вино — это образ наказания, елей — это образ смягчения. Вот эти раны, они жестокие, они суровые, они не смягчены елеем. Оливковое масло смягчает рану. Для обработки раны требуется вино и елей. Вот здесь вино наказания Господня есть, а елея, его милости пока еще не проявлена для того, чтобы вразумить народ. Ну, какие же это раны? Дальше объясняется. «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими». Походы, экспедиции сирийцев. И вот была Сиро-Эфраемитская война 735-734 годов во времена правления Ассирией Теглат-Пилезера III. Тогда сирийцы объединились с израильтянами и напали на Иудею. Несомненно, все, что происходит в жизни народов, происходит не без воли Божьей, и Господь это попустил. Затем были походы самих ассирийских монархов, в частности, в пределы Иудеи. И посылал Санхирив, царь из своей ставки в Лахише, захваченном им городе, большом, крупном, посылал к стенам Иерусалима войска. И о том, как они осадили Иерусалим, осадили этот город, столицу, будет описываться дальше в книге пророка Исаии. И как Господь чудесным образом спас столицу и всю Иудею от этого тоже будет описываться. То есть постоянные набеги, постоянное опустошение, постоянные экспедиции врагов, злых и жестоких идолопоклонников. Их насылает на свой народ Господь, Бог. Для чего? Чтобы вразумить, наказать народ, который Он любит, свой избранный израильский народ, детей Иакова. Иудея – маленькое государство, затерянное в горах, совершенно крошечное. Ее силы, силы Иудеи, военные, политические, несравненно малы по сравнению с силами Ассирии, этого первого, тоталитарного, первого государства, претендовавшего на мировое господство, Ассирийской империи. Ассирийская железная машина может с легкостью раздавить эту маленькую Иудею, если Господь ее не защитит. И вот здесь дочь Сиона в 8 стихе уподобляется шатру в винограднике. Настолько она мала, не защищена. И осталась 8 стих, и осталась дочь Сиона как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Иерусалим с его предместьями, небольшой округой. Вот, собственно, и все. И вся Иудея того времени. Маленькая, малозащищенная и не могущая противостоять грозной ассирийской угрозе. Ба Цион, дочь Циона, дочь Сиона, здесь так метафорически называется и Иерусалим, и Иудея. Это выражение мы неоднократно встречаем и у современника Исаии, пророка Михея, и у других пророков. Иерусалим, город на иврите женского рода, и город, и название городов женского рода, уподавляются женщине, или деве, дева Цион, или женщине, уже вдове, овдовевшей, женщине, которая в трауре, которая плакивает своего погибшего мужа. Вот, женские метафоры, женские образы в применении к Иерусалиму и к Иудее в целом, здесь метанимия, то есть именем Сион, именем Иерушалаем также называется вся страна, весь народ иудейский. Когда одним именем называется что-то другое, по другому имени, тогда это называется, тогда это считается, такой термин есть в библистике, в библейской филологии метанимия, библейская метанимия. Их чрезвычайно много, этих метанимий в поэтических, пророческих текстах. Как шалаш в огороде, как осажденный город. Далее читаем. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, Господь Цаваоф, Цаваот. Цва — это армия, Цаваот — это множественное число армий, Господь — воинств. Имеется в виду и воинство небесное, конечно же, но прежде всего изначально этот термин означал того полководца великих полчищ израильских, который на небесах. Господь, Он полководец, победоносный полководец израильской армии. Вот что изначально означал этот термин. Он носил военный характер. А потом уже метафорически этот термин вобрал в себя значение небесного воинства. Господь Цаваот. И вот этот вот титул Цаваот появляется в предмонархическую эпоху. Мы впервые с ним встречаемся в первой книге Шмуэля, которая у нас первая книга царств, где звучит пророчество Анны, где звучат другие слова. И там вот Господь, Бог Израилев, называется Господом воинств, Господом армий, Господом полчищ. Тетраграмма плюс Цаваот. Так вот, если бы Господь Цаваот не оставил нам небольшого остатка, это уже прямая речь пророка Исаии, это уже не прямая речь Господа, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Судьба Содома и Гоморры известна, их погибель стала притчей во языцах и должна была служить устрашающим примером для народа Господня, чтобы они не уподоблялись садомлянам и жителям города Амора, Гоморра. Сдом и Амора притчей во языцах для всех времен и для всех народов. А вот дальше звучит очень суровое обличение и называется народ иудейский не народом Господним, не сынами Божьими, а народом князьями содомскими. Десятый стих. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. Жители Иерусалима, жители Иудеи, пророк от имени Господа называют здесь жителями Содома и Гоморры. Сдом и Амора два города, которые за свои великие грехи, за свои великие преступления против Бога, против Создателя получили заслуженное наказание. И вот обращаясь к жителям Иерусалима, называя их так, не народ Божий, не народ богоносец, как бы мы сказали. Очень на Руси было принято считать русский народ народом богоносцем. И что в результате этой гордости случилось и произошло, мы прекрасно знаем. Так вот, пророк называет свой народ не богоносным народом и не народом Господним, и не сынами Божьими, а называет князей своего народа князьями Содомскими, а народ весь называет народом Гоморским. А каков же этот закон, которому нужно внимать, который нужно слышать Гаазину 10 стих. Да, Гаазину Торат Элюгейну. Вот этот закон бога, Торат бога нашего Торат Элюгейну должны этому закону внимать. Гаазину, говорит, обращается императив ко всему таким образом иудейскому народу, к современникам Исаии. Дальше звучит прямая речь Господа, состоящая из серии риторических вопросов, то есть вопросов, которые не нуждаются в ответе, которые сами по себе являются утверждениями, лишь представленными в форме вопроса. К чему мне множество жертв ваших? Пышные иерусалимские богослужения, множество жертв, красиво, благозвучно звучит хор левитов, звучат песнопения, псалмы, приносятся бесконечные жертвы, жертвы мирные, жертвы за грех, жертвы от дома царского, жертвы по усердию, и то, и сё. Так Господь говорит, а к чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь. Вот это вот говорит Господь, говорит Господь, 11 стих, йомар, плюс тетраграмма, хотя по форме следов бы перевести будущим временем, но контекст позволяет переводить настоящим. Говорит Господь сейчас, зачем мне множество жертв ваших всесожжений? Я присыщен всесожжениями овнов, и туком откормленного скота, и кровительцов, и ягнят, и козлов не хочу. Не хочет Господь этих жертв. Мы ниже узнаем, почему они ему отвратительны, эти жертвы. Когда вы приходите являться пред лицом ее, кто требует от вас, чтобы топтали дворы мои? Приходите во двор Иерусалимского храма, приносите жертвы, Господь говорит, зачем вы эти дворы топчете? Дальше звучит призыв, не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Имеется ввиду воскурение на кадильном жертвеннике благовоний, во имя Божие, Богу в приятное благоухание. Новомесяч и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Новый месяц был праздником, когда появляется вновь месяц на небе. Суббота, шаббат, день Господень, день, в который народ призывается праздновать и не работать. Собрания праздничные. Все это делалось, и приносились эти жертвы, и устраивались эти собрания и праздники по закону Моисееву, по закону, который дал Господь. Спрашивается, Господь дал закон, дал установление, дал уставы, дал вот эти вот митцвод народу своему. Почему же здесь Господь говорит, не надо все это делать? А вот почему окончание 13 стиха дает ответ на этот вопрос. «Беззаконие и празднование». Как можно праздновать Богу и как приносить жертвы, если внутри народа совершаются эти беззакония? И тот, кто приносит, он является, по сути, беззаконником, уподобляемым садамлянам и жителям Гоморры. Как он может приносить и служить Богу, совершая, таким образом, лицемерное богослужение? 14 стих. «Новомесяча ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, а не бремя для меня, мне тяжело нести их». Продолжается обличительная прямая речь Божия. Пророк передает слова самого Господа. Отвратительно и тяжело Богу от этих богослужений, которые устраивает в его честь иудеи. А почему? Все делается правильно, как надо, по закону. А вот почему 15 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои». Руки простираются в молитве. Господь не видит, не хочет слушать это. «И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу». А почему? 15 стих заканчивается словами. Вот почему. «Ваши руки полны крови». Они, может быть, не буквально полны кровью, наполнены кровью, но они, эти руки, занимаются притеснением ближних, занимаются угнетением обедневших членов общества, братьев. Богачи притесняют бедных, богатые все больше богатеют, бедные все больше беднеют. У крестьян отымаются дома, поля, о чем пишет современник Исаий Михей. Люди втягиваются в ипотечную кабалу, они, потеряв собственность, имущество и на права, и на средства производства, они становятся сельскими пролетариями, вынужденными за плату, за долги наниматься, обрабатывать чужие поля и пасти чужие стада. Их дома, их поля захватываются, занимаются, ростовщичество и так далее, все это процветает в народе. То, чего не должно быть по закону Божию, в субботний год и тем более в юбилейный, несмотря на долги, к должнику должны переходить в собственность, обратно возвращаться все его дома и поля. Но этого не происходило. Народ, с одной стороны, исполняя закон в том, что касается богослужения, богослужебной практики, культовой, нарушал закон в других его пунктах. Но ведь человек, нарушивший одну статью закона, становится виновным против всего закона, говорит нам Новый Завет. Вот так же и здесь, исполняя неукоснительно все требования культового законодательства, народ пренебрегал и растаптывал все те заповеди, которые говорят тому же самому народу, в том же самом законе Божьем об отношении к ближнему. Я не слышу, говорит вас, закрываю от вас уши мои, потому что в руки, которые вы в молитве ко мне простираете, они наполнены кровью людей, ваших собратьев, ваших не только родственников по плоти иудеев, но еще и ваших братьев по вере, детей моих, говорит Господь. Но дальше говорится о том, что надо делать в такой ситуации. Вот надо не жертвы умножать, не тельцов под нож пускать и не кропить жертвой козлов в святом святых за грех Израиля, что делал первосвященник. Совсем другое нужно. О том, что нужно, читаем в 16-м стихе и ниже. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Книга притчей Соломоновых. Уклонись от зла и сотвори благо. Научитесь делать добро. Какое же добро? Поясняется? Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. То есть за самых в вашем обществе незащищенных не за князей вступайтесь, не за богатеев, а вступайтесь за тех, кого эти князья, богатей, коррумпированные судьи притесняют. А вдовы и сироты и пришельцы, поселенцы, они в то время были самыми незащищенными слоями населения. Это сейчас женщины добились равноправия, у них права. А раньше, если женщина вдовела, то только родственники могли за нее вступиться. А если у нее нет родственников, не осталось, то она бесправна, беззащитна, и любой судья может ее осудить, тем более, если этому судье сунуть в пазуху дар. говорит Амос, продают бедного за пару сандалий и жаждут, чтобы прах земной был на голове бедняков. Вот социальное расслоение, коррумпированное правосудие, все это вызывает божественный гнев и отвращение. И сколько жертв не умножай, Господь их не примет. Поэтому омыться и очиститься от крови своих собратьев, соплеменников можно лишь перестроившись в своем отношении к ним. Перестройку начни с себя. И вот эти князья, прежде всего князья, которым звучал призыв в 10 стихе, но и весь народ должен внутренно перестроиться по отношению к Богу и не угнетать других детей Божьих, своих собратьев и соплеменников. Перестать обижать вдову, наоборот, надо защищать угнетенных, сирот и вступаться во время судебной тяжбы за вдовицу, за вдову. Встать на ее сторону во время судебной тяжбы. Вот судится вдова с богатым землевладельцем. И землевладелец хочет завладеть последними остатками ее имущества. На чьей стороне должен быть судья? На стороне вдовы, говорит Господь, потому что сам Господь есть судья-вдов. Он, Даян, этих самых вдов, называется судьей часто в священных текстах. То же самое с сиротой. Он, Даян-альмонот, судья-вдов, но он и защитник сирот также, отец-сирот. «Тогда придите, вот если все это выполните и научитесь справедливости внутри общества, тогда приходите, придите и рассудим, говорит Господь. Осознаете себя грешниками? Хорошо. Вот тогда, если грехи будут ваши как багряные, как снег убелю. Прекрасный образ. Темно-красные, багряные, руки богатеев и судей продажных наполнены кровью. Господь может их очистить. Эти руки от крови, как снег, душа человека будет белой и чистой, как снег. Если покаяние будет подлинным, не на словах, а на деле, не жертву за грех, если человек принесет, а изменит свое отношение к ближнему, к вдове, к сироте, к угнетенному, к незащищенному члену общества, если изменится отношение, тогда изменится и отношение Бога к человеку, и будут сняты с него грехи, и будут прощены. И тогда жертву эту за грех Господь действительно примет. Социализм — это не выдумка южноамериканских богословов. Пророки боролись за социальную справедливость в своем обществе, потому что этой справедливости требует сам Господь. А вот агрессивный, либеральный капитализм, когда один угнетает другого члена общества, пророки осуждают. тогда не был развитого капитализма, тогда были другие формы капитала, другие формы собственности и другие формы затягивания человека в долговое рабство, в ипотечную кабалу и в отъем его права на собственность. По-другому люди поступали со своими ближними. Но если бы пророк Исаия говорил эти слова сегодня, может быть, немного по-другому, но суть его проповеди была бы той же самой. Поэтому пророки актуальны. И сегодня пророк Исаия, его обличительная проповедь, звучащая в первой главе, не менее актуальна, чем актуальна она была 27 веков тому назад. Не случайно мы этот текст, текст первой главы книги пророка Исаия читаем в самый первый день Великого Поста. Да, мы молимся, да, мы постимся, но угодна ли наша молитва Богу, угоден ли этот пост Всевышнему? Вот если мы поступаем, как поступали современники Исаии, богатые князья иерусалимляне в его время, тогда не будет угоден. А если мы выполним то, что требует Господь, и научимся делать добро, и начнем искать правду, и защищать угнетенного, спасать угнетенного, защищать вдову и вступаться за сироту, защищать сироту и вступаться за вдову, тогда наше богослужение будет ему благоприятным. И вот не помолимся братья фарисейские, начинается Великий пост, ну и те седмицы, которые предваряют его, и вот сам Великий пост, первый день Великого поста, мы читаем первую главу Исаии, как первый священный текст, с которого начинается пост, Великий пост. То есть для нас эти слова, и для нас, для православных христиан, 21 века слова Исаии актуальны, для того, чтобы нам омыться, очиститься и убелиться, и чтобы мы были как снег белыми. Вспомним 50-й псалом, где убеление словно снегу Господь дает, и псалмопевец молится, очисти меня, и буду белее снега. Господь взывает к своему Богу, псалмопевец, простите, Давид, взывает к своему Богу и просит его очистить, чтобы он был белее снега. Вот и здесь также Господь, прямая речь Господа, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Волна, ударение на первый слог, на О, здесь чистая белая овечья шерсть. Она белая, руно, овечье, вот это вот белое. И такова же будет душа человека, если он изменит свое отношение к ближнему. Для Бога, для Всевышнего, важно, чтобы мы относились к ближнему, как к брату. И человек к человеку, друг, товарищ и брат, это тоже не выдумка социалистов, это требование пророков. Люди, наши братья, а тем более, когда это братья по вере, когда это твой ближний единоверец, тем более, еще более актуальны становятся это требование пророка Исаии, которое является не требованием пророка, а требованием самого Бога, который посылает пророка объявить нам эти божественные требования. и сегодня, как и 28 веков назад. Нам надо только лишь захотеть послушать Бога и Его пророка. 19 стих. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Земля, текущая молоком и медом, где каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей. Это эсхатологическая картина грядущего нового мира. Вот это все даруется человеку, если человек захочет и послушает своего Создателя. «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Смотрите, и вол, и осел, и осел, скотина домашняя слушаются своих хозяев. Почему же вы не слушаетесь меня, говорит Господь? Перестаньте упорствовать, не будьте жестоковынными. С твердой упругой шеей быку часто уподобляются люди, которые не хотят слушать Бога». Это и в книге Второзакония, и здесь у пророков мы встречаем этот образ быка упорного. Так вот, вол, шор, или бык, как мы читали в третьем стихе в начале пророчества, слушается Господа. Даже он с такой упругой шеей, а вы не хотите слушать меня, не упорствуйте, слушайтесь, и тогда меч Господень, меч не пожрет, от вас, меч, который послал Господь в лице ассирийцев, вавилонян и всех ваших врагов, он не коснется вас. Все в руке Господней, и меч, который Бог вкладывает в руку злодеев, ассирийцев, он тоже Господний для наказания Израиля. Это наказание будет отвращено от израильтян, если народ послушает своего Господа. Дальше с 21 стиха, в 21 стихе вновь звучат упреки, сожаления. Как сделалась блудницею верная столица и исполненная правосудие. Речь идет об Иерусалиме. Столица здесь замечательный перевод на русский язык, потому что слово столица в русском языке слово женского рода, Иерусалим и слово Ир город на еврите женского рода и с блудницей, женщиной, продажной женщиной, чтобы сравнивать, чтобы использовать эту метафору, конечно же, требуется перевод через слово женского рода. Вот здесь русский переводчик прекрасно использовал слово столица. То же самое слово столица используется в синодальном переводе и книге Эйха, книге Плача Иеремии, где переводчик выходит из этого затруднительной ситуации, как перевести, невозможно же перевести женское слово Ир и связанные с ним метафоры и образы женские образы, доминирующие в этой книге, в книге Плача Иеремии, русским словом город, который мужского рода. Поэтому выход находится и используется слово столица, которое в русском языке, как известно, женского рода. Как сделалась блудницей верная столица исполненная правосудие? Иерусалим, а точнее иудейский народ метанимический, здесь обозначается как блудница. Господь — это муж, а его народ — это неверная, изменяющая ему с иными божествами жена. Этот образ, эта супружеская, матримониальная метафора впервые вводится в тексты священного Писания пророком Оссией, младшим современником Исаии, пророком Северного Царства. Эту книгу мы с вами читали, разбирали, книгу Оссии. И этот образ очень яркий, очень впечатляющий такой образ и обличения, которые звучат, это обличение верного своим обещаниям Бога в адрес неверному народу, который уподобляется неверной жене, который при своем мужа, не хранит ему верность мужу и изменяет ему, как у Оссии эта измена представляется как духовное прелюбодеяние, это почитание Ваалов, Астарт и прочие формы идолопоклонства. И здесь тоже называется блудницей, то есть в 21 стихе стоит термин Зона Эйха Гайта Лезона Как же как ты стала Зона это не блудница, точнее, это проститутка, как же ты стала проституткой, жена, законная жена своего мужа, супружеская метафора, Господь это муж, а жена это оскорбивший его своим прелюбодеянием, это израильский народ, иудейский в данном случае. Очень суровое, очень жесткое обличение. Но вот здесь вот этот образ блудницы, в отличие от использования этого образа блудницы в Осии, он применяется в другом контексте, в другой ситуации. Здесь говорится о неправосудии внутри народа, то есть попирание права бедных, угнетенных слоев населения, который является попиранием закона Божия, здесь уподобляется блуду. Поясняется дальше. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Правда обитала в столице, в городе, имеется в виду город Иерусалим, Ир, обитала правда, а теперь обитают убийцы. Убийцы, убийцами, здесь называются вот те самые князья, о которых упоминается в 10 стихе. Князья, судьи, вожди, начальники народа, они уподобляются убийцам. Они по сути убивают своих бедных, обедневших соотечественников, как осуждая их в неправедных, коррумпированных судилищах, решая тяжбы в пользу самих себя, князей или своих сотоварищей, и осуждая на непомерные долги бедняков. Вот они называются убийцами, потому что это ведет к обеднению, к нищете, к голоду, а может быть даже к физической смерти. Человека обиженного неправедным судьей и вот этими вот князьями, начальниками. Естественно, что на самой верхушке этой коррумпированной пирамиды находится царь-батюшка, и обличения в адрес царского дома не раз звучат у пророков, у библейских пророков письменных. Это мы знаем по священным текстам, и Исайя здесь не исключение. Продолжается серия обличений в адрес Иерусалима и его жителей. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою. Кому нужно заржавевшее серебро? Оно не нужно никому. Кому нужно вино, испорченное водою? Если вино перемешать с водой, кто его будет пить? Оно испорчено. бодяжили у нас называется, да, бодяжить. То есть помимо вина там добавляются какие-то другие градиенты, и все эти плодово-выгодные вина, они в народе получили достойные названия. Еще в недавние времена так было. Старшее поколение должно это помнить. Вот когда вино плохое, оно никому не нужно. Так вот, вино Иерусалима стало испорченным. Оно испорчено водой. Серебро Иерусалима стало изгорью. Князья стали законопреступниками следующий стих и сообщниками воров. Князья 10 стиха и князья 23-го это одни и те же князья, это начальники города, начальники иудейского народа, богатые жители Иерусалима, вельможи. Исаия сам вельможа, но он не таков, как эти князья, князья законопреступники. Закон у Израиля один, это закон Божий. Этот закон учит справедливому отношению к ближнему. Они сообщники воров, те, кто обкрадывает бедняков. Все они любят подарки, имеется в виду взятки. Взятки они любят, вот эти самые князья, и гоняются за мздою. Как это они делают? Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Дело вдовы кладется, как говорится, под сукно. Сироты они не защищают в судах, а наоборот используют судью, используют судью для того, чтобы сунуть судье взятку, подарок. А сироты и вдовы используются князьями, богачами, для того, чтобы за их счет наживаться. Это их нажива, предмет наживы. Это их добыча. Словно в лапах у хищных животных оказались судья, оказались сирота и вдова, а судьи сообщники князей. Вот такое с позволения сказать правосудие у этих самых законопреступников. Дальше вердикт в отношении этих законопреступников. 24 стих. Посему говорит Господь, Господь Саваот, сильный Израилев, о удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим. Кто противники и кто враги? А сирийцы и долопоклонники, которые стоят у стен Иерусалима? Нет, те, кто внутри Иерусалима. Вот эти самые вельможи, князья и продажные судьи, их Господь здесь называет своими врагами. И он удовлетворит свою месть над этими врагами. И обращу на тебя руку мою, на тебя, на столицу, на Иерусалим, и как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое. Серебро очищают в огне, и в огне испытаний будет очищена столица и вместе с ней высший класс иерусалимского общества. И тогда, когда Иерусалим будет очищен, очищен от этих законопреступлений, от этих злодеяний, тогда, 26 стих, что будет делать Господь? Продолжается его прямая речь. Опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Город правды про Содом и Гоморру так не скажешь. И вот Иерусалим, когда перестанет уподобляться Содому и Гоморе, когда свои же сограждане перестанут быть в этом городе добычей кровожадных злодеев князей и судей, когда перестроятся эти самые князья и судьи в этом городе, тогда, когда в этом городе будет торжествовать правда и верность, верность закону Божию, тогда и сам город будет городом правды, и верной столицей. Чем же спасется Сион, чем спасется Иерусалим? Мы слышим в 27 стихе Цион спасется правосудием и обратившееся его правдою. Сыны имеется в виду, курсивом у нас набранным. Всем же отступникам и грешникам погибель и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделены для вас и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Здесь имеется в виду священные дубравы, священные рощи, дубравы, места, где каким-то образом, по всей видимости, связаны с культом плодородия, с хананейскими культами в честь иных божеств. То есть здесь все-таки в этой речи звучит обличение и удалопоклонствие, а не только в социальной несправедливости. «Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды». Кому нужна дубрава, где нет листвы? Дуб, крепкое дерево, ценится своей тенью, которую она дает. «Под дубом мамврийским сидел Авраам, прячась от полуденного зноя». Но не надо превращать дуб, дубраву в культовое место. Господь этого не заповедал. Наоборот, он говорит, «Вырубите все их, эти священные рощи дубравы, все эти аширы срубите и прочие разные разрушки места, связанные с культом плодородия, с ваализмом и всякой прочей мерзостью. И сильный будет отрепьем, и делай его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит». Так заканчивается грозно и обличительно заканчивается речь, прямая пророческая речь, в которой звучит прямая речь от Господа, первая пророческая речь книги пророка Исаии. Чрезвычайно это важное обличение, оно актуальное и по сей день, и большинство церковных людей слышали уже эти слова, они звучат у нас Великим Постом, в первый день Великого Поста, чтобы нас отрезвить, чтобы нас обличить, чтобы нас вразумить, звучат эти слова громко в храме в качестве первого богослужебного чтения Великого Поста. С этого чтения, с чтения первой главы Исаии начинается наш ежегодный Великий Пост. Но хорошо будет, братья и сестры, если мы к этим словам, обличительным словам Исаии, будем обращаться не только в первый день Великого Поста, но почаще и помнить будем о том, что эти слова обращены сегодня к каждому из нас. Аминь. Продолжение следует...